Жить комфортно, все успеть, ездить на собственном автомобиле, стремиться каждый человек, вот только приобретая транспортное средство, возникает много забот. Одна из них это уплата налога за машину. Зависит ли размер налога от времени пользования транспортным средством и существуют ли какие-либо льготы? Узнаем у начальника отдела работы с налогоплательщиком управления Федеральной налоговой службы России по Тюменской области Любови Кочетковой. Доброе утро, Любовь Григорьевна. И так, кто является плательщиком транспортного налога? Плательщиком транспортного налога являются физические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства в соответствии с законодательством Российской Федерации. А существуют ли какие-то льготы по этому налогообложению? У нас в Тюменской области для налогоплательщиков, именно для физических лиц применена льгота владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. Все освобождаются от уплаты транспортного налога. Также у нас, например, все инвалиды любой категории, они могут освобождаться от уплаты транспортного налога на один автомобиль. Герои Советского Союза, Российской Федерации тоже также имеют льготу на освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль. Но вопрос, который волнует многих, где налоговые органы берут сведения о транспортном средстве, чтобы начислить этот налог? Так. Сведения также о транспортных средствах поступают из органов, которые регистрируют все эти транспортные средства. То есть, как только ваша машина зарегистрирована, сразу же сведения поступают в налоговый орган именно для начисления уже транспортного налога. А зависит ли размер налога от времени пользования транспортным средством? Ну, допустим, возьмем такую ситуацию, что машина используется у нас сезонно, например, летом, с июня по август. Зависит ли размер или нет все-таки? Вот смотрите, если к нам сведения поступают о постановке и снятии с учета, да, если это транспортное средство не было снято с учета, то как мы можем знать, например, что оно там не используется или что-то случилось? Справки в этом случае никак? Вот только постановка снятия с учета на основании сведений, которые поступают из зарегистрирующих органов, да? Получается, что не зависит использование от времени года, то есть сезонность не влияет. То есть, хорошо, сезонность не влияет, а если машина неисправна, тоже, получается, нужно снять с учета, и тогда ты не будешь платить налоги, да? Да, конечно. Скажите, как быть с транспортным налогом, если машина зарегистрирована в одном регионе, а фактически используется в другом? Начисление налога будет осуществляться в том регионе, где машина зарегистрирована. Получается, где она зарегистрирована, независимо, туда и налог будет приходить. Использовать можем по всей России, в принципе, да, машина работать может. А где зарегистрирована, там и налог начисляется. Машины бывают разные, и двигатели у них тоже бывают разные. Всех интересует вопрос, тема, по какой ставке начисляется транспортный налог на автомобиле с гибридным двигателем, ну и электрическим. Там гораздо меньше или все-таки выгоднее такие машины покупатели? Ну, пока у нас идет начисление транспортного налога, зависит только от лошадиных сил. То есть у нас уже на ставка налога применяется на одну лошадиную силу. То есть это никак не является? Пока никак не влияет абсолютно на начисление транспортного налога. А как хорошо, тогда так начисляется на простую машину? Вот всем интересна сама схема. Как она? Есть определенные ставки, разбивка по лошадиным силам, да, например. Есть ставки законности открытия в Минской области, если уже говорить. Например, там у нас есть ставочки, в кодексе есть ставки прописанные, и в зависимости от этого уже будет начисляться транспортный налог. Но от нее входит и стаж, и износ, нет? Нет, там лошадиные силы, и в зависимости от лошадиных сил уже идет ставка, устанавливается в регионе. Кто является, кто будет оплачивать налог, если машина продана у нас по доверенности? Вот когда машину продают по доверенности, это, наверное, как бы очень такое большое заблуждение, да. И очень часто сталкиваемся с таким, что когда налогоплательщику приходит несколько лет уведомление, а он потом нам пишет, что я, говорит, машину давно уже продал, и почему вы мне начисляете? По одной простой причине начисление происходит, потому что вот именно в свое время по доверенности продали машину, а с учета, тот, получается, владелец транспортного средства, он ее не снял. И раз у нас идет по начислению, как бы по снятию и постановке на учет, да, и у нас числится, как бы, что владельцем является тот человек, который продал, и начисляется транспортный налог, также на него выставляется. Давайте обозначим сроки уплаты транспортного налога в этом году, когда нужно заплатить? В этом году у нас сроки уплаты транспортного налога, раз тут у нас на выходные 15-е выпадает, у нас будет 17-е ноября. Угу. Поэтому до 17-го ноября всем нужно будет оплатить транспортный налог, после 17-го уже пойдут все пени начислятся. А можно ли вот эти налоги оплачивать через интернет, либо у нас через банк? Можно через интернет оплачивать, это у нас есть такой сервис личный кабинет налогоплательщиков, в котором, в принципе, есть все уведомления, и можно, если у вас, например, подключен онлайн-банк, можно даже оплатить, сидя у себя в квартире, да, просто за компьютером. Ну и, знаете, вкратце хотела бы вообще несколько слов, что ждет тех, кто не платит на нас налоги? Давайте прямо в трех словах, что скажем. Ну, естественно, будут составляться требования вначале, как бы инспекция сама проводит какие-то действия, если по требованию инспекции уже не будут оплачиваться, а потом у нас уже передаются и, как бы, и в суды, и в службу судебных приставов, и, как бы, иногда это ограничивает выезд за границу. В общем, заплатили налоги и спи спокойно, да? Так, конечно. Спасибо большое, Любовь Григорьевна, удачного вам дня и всего хорошего. До свидания. До свидания.